Добрый день, друзья! Здравствуйте! Снова в студии мой Александр Коломейцев и мой визави бессменный Николай Николаевич Виткевич. Добрый день, друзья! Как всегда, мы уже в субботу будем вас по утрам. Друзья, мы опять начинаем с чего? Начинаем с новостей, которые подорожили Брянскую область на протяжении недели. И я даже удивлен и даже как-то озадачен, что можем с тобой, Николай Николаевич, не вложиться в наших 40 минут, потому что событий произошло очень много и не все, наверное, мы осветим сегодня. Да, довольно бурно неделя проходила. Давай начнем сначала с маленьких, а закончим таким ударом крепким по сегодняшней ситуации. Ну, дорогие друзья, новости, сборский клуб, я не знаю, каким образом выскочила информация, всегда закрытая и всегда они там с метафизикой общаются, но пустили на сборский клуб журналиста Семина, который посетил наши роддобные районы и показал, в какой ситуации находится сегодня наша деревня. Плачевный. И в конце концов, говорился до того, говорил очень красиво, не знаю, слушал ты или нет, написал реальную картину, не ту, которую видел Проханов со своей командой. И его даже прервали. Все, хватит наш дорогой Костя регламент. Поэтому, кто еще не успел посмотреть, посмотрите, как наша деревня умирает, как умирают школы, больницы и все остальное на фигуре того, что говорит наша брянская власть. Что мы оттолкнулись одна и уже всплываем. Только не поймаю, всплываем мы живыми или как трудно в экономике. Тут только сомнительно, что будет какой-то толк от изборского клуба, там Проханов это послушает, возьмет очередную икону с изображением Семина, облетит деревню на вертолете и скажет, что... Деревня, живи! Да, все в порядке. Дело в том, что он красиво сказал, говорит, метафизика метафизикой, и хорошо было облетать и Москву, и Сталинград с иконами, но если бы мы не производили танки, пушки и другое оружие, то победы бы вряд ли мы достигли. Ну, следующее такое событие, которое уже всколохнуло не только Брянскую область, но и всю страну нашу вместе с миром. Умер внук первого миллиардера Америки Давид Рокфеллер. Его говорят на западный тип Дэвид, но я называю все-таки Давидом Рокфеллером. Он там сколько-то операций на сердце. Три раза менял сердце, четыре раза почки, печень, а здесь заснул и не успел дать команду. Умер красиво. Ну, тут как бы выразим соболезнование семьи Рокфеллеров. Да-да. Ну, в общем, как ни цепляйся, в общем, чудес не бывает. И все вот эти вот аферисты, которые занимаются поисками вечной жизни, в общем, все эти попытки, они обречены. Не лишай людей надежды, понимаешь? Дело в том, что он подчеркнул, что все-таки на 102 или на 104 году умер, что можно продлить. И она показывает, какое качество медицина там. А о нашей медицине мы поговорим сегодня. Я думаю, что на Кавказе долгожители подо время только женятся. Так что можно, надо пить вино, а не менять сердце и почки. Ну, друзья, что очень четко отразило этой неделе, что Александр Васильевич Богомал по поручению премьера, если помните, у нас премьер Дмитрий Медведев, который всех призывает бороться с коррупцией, по его поручению он провел личный прием. В связи с этим, вот нам пишут, что все-таки на приеме он откажет. Хотя мы звонили в отдел писем, все по плану, там как бы у них находятся на 28 число, нас ждут. И говорит, ну может всякое превратиться, случится, если вдруг его вызовут в Кремль. Но я не думаю, что, Александр Васильевич, Богомаз трусит с нами, со мной с тобой встретиться под прямой эфир. Чтобы это было очевидно, потому что мы знаем, что сейчас только приходили к нам 5 жители, которые детей родили в своих юрзападных районах, как бы они записывались на прием к Александру Васильевичу, администрация или отдел писем отправляет их к Макарову, который вообще к области отношения не имеет. И люди приходили на этот прием, и туда попали те, которые были заранее согласованы. Поэтому очка в тирательство продолжается на местном уровне, на уровне губернатора. Ну и вообще еще мне понравилось, в интернете на этой неделе было предложение такое, после слова «коррупция» автоматически добавлять слово «запрещенное в России». Да, значит смотри, ладно, давай, эта тема у нас немножко сдвигается на попозже, чтобы мы обсуждали. Значит, на проспекте Московском начали собирать ливневую канализацию за 50 миллионов рублей. Проехавшись по проспекту Московскому, я не видел ни одного движения, которое бы обозначало, что именно проспекту Московскому делают ливневку. Но, когда поехал регистрировать машину и съехал с проспекта Московского между дорогами, между Мелькруком, я заметил там шлагбаум, сказал, объезжайте по той стороне. И что-то ливневка делается в сторону ГАИ, или как это значит, ГИБДД, отдел регистрации. Как это связано? Ну, может быть, туда будут отводить воды? Или, может быть, эта ливневка какая-то другая? Для меня непонятная. Но 50 миллионов будут осваиваться. Ну, в этом как раз вот, в этом никто не сомневается. Что освоит? Освоит 100%. Посмотрим-ка, я ливневка. Ну, что, друзья мои, депутаты областной думы и лично отличился великий учитель, заслуженный деятель города Брянской области, Анатолий Бугаев. Он сказал, что средняя зарплата брянцев выросла до 22 819 рублей. И почему-то констатирует, что этот облстат сказал нам. А Бугаеву я предпитаю к чему? Что учителя в облстате, было показано, получают средняя зарплата 18 тысяч, медики 19 тысяч. Если помнишь, Анатолий Бугаев на прошлой неделе, мы это цитировали, говорил, что средняя зарплата учителя составляет 21 тысячу. Как облстат и слова этого Бугаева? Ну, вообще облстат я тоже анализировал, немножко смотрел с сайта областного управления статистики. Я просто поражаюсь, насколько изобретательно придумывают показатели, которые могут ситуацию вывернуть совершенно в противоположное состояние. То есть, и все вроде получается. И там такие причудливые формы есть. Хотя, в общем, абсолютно известно. Я хотел, чтобы эти формы согласовывались с заявлениями заместителя председателя областной думы Анатолия Бугаева. Ну, опять мы говорим, кто врет, статистика или Бугаев, но можно говорить по-разному. Я думаю, что здесь ситуация, что, так сказать, наверное, скажем так, ну, мы не можем прямо вот так вот сказать в брудь, ну, скажем, греша против истины и те и другие. Ну, мы говорили, что чтобы заработать 20 тысяч, занятность учителя должна составлять 30 часов в неделю. Это, конечно, ужасно, но мы не будем возвращаться к тому, что говорили на прошлой неделе. С концертом побывал великий певец всех времен народов, царь-король российской эстрады Филипп Киркоров. Летал он на, я даже не удивляюсь, на голубом вертолете. Почему-то назвали его синь. Это наши, наши сельсо массовой информации. И самое главное, что он сказал, что орел с его кроссовка окунулся в брянскую пыль. И после того, как его вроде встретили хорошо, мне понравилось одно высказывание его почитателя, писали на Today, что он, Филипп Киркоров, как пел вживую, так и под фонограмму. Ну, какая разница, нам это очень понравилось. После этого он опять сел на голубой вертолет и сквозанул на Липецк. Ну, я вам скажу по секрету, что я вообще очень хорошо отношусь к Филиппу Киркорову, когда я тренировался в московской школе вольной борьбы, там, в секции прикладного. В парень борьбе? Нет, нет, нет. Там у тренеров была такая мулька, что если какое-то упражнение делаешь, допустим, на время, говорили, что кто первый упадет, значит, тот Филипп Киркоров. И люди стояли, как бы, из последних сел, держались, потому что они знали, что если он вот первый сдастся, то его потом все будут называть Киркоровым на следующий тренировок. Где ж в твоем зале надо искать Аллу Пугачеву или Максима Алкина? Ну, ладно, давайте дальше. На этой неделе, неделя знаменовалась таким событием, катастрофой называется, провалы грунта в центре Брянска. И помните, провалилась не одна машина и грузовик, и чем нам апеллировали, и говорили, что газовики положили не ту плиту, которая, представляешь, в тех организациях, которые сегодня доят каждого брянца, начиная там, кто у нас сейчас получает деньги, по большому счету? Это кто занимается продажей электроэнергии, газа и тепло. И они здесь экономят уже на нас. Не мудрее ножом мы проваливаемся. К сожалению, вы помните, несколько лет назад провалился грунт и трубарный сон, где погиб там маленький ребенок, это в районе самолета. К сожалению, я хотел бы обратить внимание на Макарова, и я думаю, что, чтобы не находили в водоканале, как там, спойлеров, на кого скинули это все, тогда это был главный инженер водоканала, а должны судить именно мэра, заместителей и главу города за подобные события. Потому что в времена, еще Шапотьков был мэром, я помню, они обследовали при помощи кораблика такого с видеокамерой наше состояние нашей канализации. Она плачевная и грунт может провалиться в любой момент. И, к сожалению, будет трагично, если опять пострадает кто-то из жителей или детей. Да, пострадает 100%. Ну и, кстати, о тепле. То есть уже многие отметили, что наши экономы, несмотря на наши темы, которые мы поднимали на пресс-конференциях, на встречах с главой города и мэром, опять сейчас потихонечку начали отключать отопление. Ну да, уже говорили, что замерзли люди. То есть у меня такое впечатление вообще создалось, что действительно власти хотят именно спровоцировать какие-то социальные потрясения, конфликты, чтобы люди вышли на погоду. Мне кажется, такие личности, которые сейчас руководят нас в городом, это уже само по себе уже социальное потрясение. Они не справляются реально с событием, и мы об этом поговорим немножко дальше. Вот самое интересное. В связи с нерестом запрещен лов рыбы. А если ты помнишь, опять в основном ряду, первый заместитель специального комитета Государственной Думы по экологии Николай Сергеевич Валуев, когда его кто-то из брянцев пригласил на свадьбу, он сказал, отказываюсь, я на рыбалочку. У меня вопрос. Ну, Балуеву... И можно? А почему нам нельзя? Да, ну, можно. Его, кстати, пытались возбудить против него дело по браконьерству еще во время прошлого депутатского охраны, потому что он выложил сам, ну, с присущей ему непосредственностью, социальные сети, фотографии с трупами убитых ему животных. Добытых. Да. Добытых, когда они говорят, а на самом деле убитых. Убитых. Притом, ну, я понимаю, когда люди охотятся для того, чтобы себе добыть пропитание. Это понятно. Да. Или там вот местные... Ну, это надо быть чукчей или индейцем. А человек развлекается тем, что убивает там, я не знаю, там, сафари устраивает себе. Да еще во время, наверное, запрещенного периода, как мы сейчас видим. Зачем-то убивает медведей, там, волков, что есть. Ну, это надо быть. Понятно. Николай Николаевич, я хотел бы сказать и немножко события опередить, чтобы наши люди смотрели. В понедельник наш компьютерный гений подтвердит, в понедельник выйдет пятиминутка об экологии, о годе экологии, начавшемся в Брянской области. Если вы помните, выделено это было с федерального тока-центра, 120 миллионов рублей, которые наши ребята осваивают лихо. Это мы покажем. Смотрите, будет интересно. Значит, следующий у нас вопрос. Макаров. Напоминаю, кто такой Макаров. Это мэр нашего города. Александр Николаевич показал депутатам областной думы проблемы города и констатировал, что при этом экономика растет. Ну, да. И он указывал это на опять состояние водоканала, который, несмотря на то, что является монополистом, ну, придумай такое в Москве, чтобы водоканал был банкротным. Это возможно. Ты знаешь, как надо наруководить за эти годы, чтобы водоканал был должником всего и вся. За воду, за свет, за газ, ну, за все дела. При этом являясь монополистом. И они просят депутатов, мол, ребят, помогите, нужны деньги, спасите. Как это вы видите, Николай Николаевич? Возможно такое? Оказывается, возможно. Сечин же тоже руководит там Роснефтью. Три триллиона должна. Ну, у нас, да. Что не госкомпания, что не монополисты, у них трудности. Я представляю, мы бы так бизнесом занимались. При этом летаем на самолете, суперджете, и катаемся на яхтах, самых больших в мире. Ну, Николай Николаевич, за неделю, как всегда, подорожала водка, молоко и картофель. Семья губернатора становится богаче. Ничего вам напоминает? Помните, это соседняя Украина? Страна рушится, а президент становится богаче. Сказать нечего. Скажи, Николай Николаевич, своей присущей непосредственностью. Ну, что? Я, как говорил, так и продолжаю говорить, что мы, в общем-то, живем при феодализме. Надо это признать. Поэтому никакой. Ну, давай, значит, двинемся вперед. Мне хотелось, что меня порадовало, и на то, на что наша брянская власть сейчас не обращает вообще внимания. Вот президент говорит, и программы вроде бы неплохие, да? И на экологию 120 миллионов. Не видим мы ситуации, которые развиваются, может, в положительную сторону. Ну, вот президент Путин, если вы видели буквально два дня назад, на встрече с общественниками, именно обращал внимание о формировании реальных общественных палат. Что это не была ширма очередная для того, чтобы полизать и падать в сторону власти, а чтобы реально освещали картину. И мы однократно просили, что... Если вы нас попытались исключить с политического поля, в депутаты не пускаете никакого позиционера, то хотя бы общественные палаты, чтобы могли бы сказать свое мнение, и чтобы какой-то прогресс был. Ну, там общественные палаты ручные, ну и депутаты, то есть на примере вашего дорогого Брянского районного совета видно и самостоятельность, и защита прав трудящихся. Все понятно. А теперь начинаем. Начинается основная дискуссия, которая породила сегодня множество. И ты являлся первым информационным источником, который дал эту информацию. Бюро обкома КПРФ приняло решение об отзыве депутата Брянского районного совета Коломенцева Александра Егоровича в связи с тем, что он предал идеалы коммунизма дедушке Зю, а самое главное Афонина, который приезжал на прошлой неделе, который сказал, что являюсь предателем, таких надо гнать из партии. И что мы увидели на бюро обкома, на фотографиях, которые снимала наша Брянская губерния и телевидение Брянска, что нонсенс объявляется. Ну и сразу показала, на заднем ряду сидел Антошин СС, который с Афонином, как я знаю, находится в прельских отношениях, и глава Биржского района. О, оказывается, видишь, где у нас коммунисты есть? Говорят, что нету прерализма мнений. И я увидел в этом ответе, что и доктор Правда, кстати, его, все равно девиз остается у нас за главной строкой, несмотря на его отсутствие, и сейчас уже понятно, уход в оппозицию к нам, что Правду говорить легко, слушать тяжело, несмотря на это мы продолжаем это делать. И, Николай Николаевич, я хотел бы, чтобы вы прокомментировали это и обратили внимание, что заявлять это еще не значит, что сделать, надо учить законы. Ну, во-первых, сама по себе постановка интересная. То есть, я понимаю, что им что-то хотелось сделать, но вообще, в моем представлении, ну даже вот на таком уровне, пускай даже региональный уровень, но по смыслу в областном обкоме какой-нибудь партии, неважно какой, ну должны люди мало-мало что-то разуметь там. Хотя бы, ну вот, не моя сфера политика, но, в общем-то, интернет есть у всех, и можно же хотя бы там федеральные законы посмотреть, в том числе... Ну или хотя бы меня пригласить на это решение, можно было, нет? Да, во-первых, и нужно было, но для начала первое, что должны были сделать, они вот, ну вот, решили мы, ну опять же, если делается в рамках закона, ну вот кого-то куда-то выгнать, там, уволить, еще что-то сделать. Даже там на самом каком-нибудь драмом там магазине, муниципальном, и то они почитают, за что можно человека уволить, а за что нельзя, допустим. И каким-то образом постараются это облечь в какую-то, ну, удобоваримую, скажем, форму юридическую. Ну понятно. А здесь люди приняли решение, ну как они его будут делать? Ну мы посмотрим, это, конечно, забавно. Ну, во-первых, ты знаешь, я за мандат не держусь, потому что сегодняшний райсовет, областная дума, горсовет напоминает эту карикатуру вообще на это собрание. Ну я думаю. То, что должно, не должно быть абсолютно. Ну ладно, Николай Николаевич, ну следующая новость, которая хотелось мы, значит, так, как правильно сказать, по крупицам разобрать, это все-таки возможная отставка Котенкова. Почему? Возможно. Потому что мы три программы с Борисом Юрьевичем Кусковым, ты помнишь, посвящали именно коррупционной составляющей Брянского леса, балансирующей интересов Котенкова, его зятя, там, его свахи, всех остальных. На антикоррупционной комиссии было принято решение, насколько я понимаю, Котенкова уволить, как в связи с массовой информацией сказали. Но он не пришел на комиссию, слег в больницу. Мы ему желаем, конечно, здоровья, а самое главное не трусить, принимать это полной грудью, не дай его дело дойдет до суда, не обписаться в суде и не впасть в обморок. У нас такие прецеденты были у наших героев. Поэтому, Валер Михайлович, прими все как есть. Это честно, если ты не виноват. Обсуди, покажи, расскажи. Но я рад. Лесники мне звонили не одни, сказали, Александр Легорич, в субботу, воскресенье, поляна, будешь пьян. Я сказал, поменяй эфир, пить не могу. Поэтому, вчера вот в баньке немножко позорился, но коньячку. И не по поводу Котенкова, а за здоровье. Ну, во всяком случае, еще бы неплохо было бы, чтобы что-то изменили в системе и сделали отрасль прозрачной. Потому что сейчас одного уберут, но где гарантия, что на его место не придет такой же оригинал с такими же талантливыми родственниками? Нет, смотри, сообщество вообще в любой сфере, вот мы говорили о комбольном, на котором, оказывается, все эти годы комбольный 50% брака гнал, и мы об этом посвятим интервью, мы поговорим. И я сам лесник по образованию, и есть сообщество. Вот возглавлял эту отрасль, я говорил, там, Булатный, интеллигентнейший специалист, вообще красавец своего дела. К сожалению, вот недавно он ушел из жизни. Потом, вот это с кого можно было брать пример, и лесное хозяйство процветало, и он бился, и разговаривал в открытую с любой власти, который был там, Лодкин, он его там убирал, и это он возвращался. Потом был Реорий Петрович Шитов, умница, интеллигент. Ну, опять пришел Денин, благодаря Тюллину, этому Якову Токварову, его выкинули, он отказался им подписывать там те документы, которые они хотели, за что вот сейчас они. Они привлечены к ответственности. Он перешел в департамент по экологии и природопользованию, да? Все, до пенсии даже не дали доработать. Это уже во время Богомаза. Несмотря на то, что он там с Бормазу, с Ким Кумом и учился, в месте, который сейчас на хлебозавод пришел. Фамилия на П, ладно, вспомню, скажу. Убрали его, Леонид Петровича. Поставили нашего Тимошина Андрея Николаевича. Которому будет посещена наша следующая передача в понедельник. Поэтому мы и говорим, что нужно хотя бы советоваться и смотреть, делать анализ. Потому что придет следующий, будет какой-то опять паразит. Ну, и системные должны быть все-таки изменения. То есть, опять же, прозрачность, гласность. Ну, Николай Николаевич, скажи мне, пожалуйста, опять, в связи с информацией, Богомаз на обложке федерального журнала и посвящен целый разворот. Где он говорит, как он принял область, которая была на коленях, как он ее поднял с колен, как он развивает ее, сколько инвестиций к нам пришло. Ты помнишь, Александр, ну, я говорю, за деньги можно напечататься в любом журнале, да? Ну, в принципе, и в американском. Если глянуть на этот журнал, можно примерно сказать, сколько стоит там обложка, сколько стоит. И разворот. Ну, я хотел бы сказать, ты помнишь, очень большой был такой анонс, Александр Васильевич, на инвестиционном форуме в Сочи. Мне хотелось бы услышать от тебя, какие инвестиции пришли к нам? Насколько меньше стал долг? У нас опять говорят, там, на полмиллиона сейчас, на полмиллиарда стал долг меньше. И стал 12,5 миллиардов. А при день не был 9, сейчас 12,5, у нас долг уменьшается. Нет, я даже помню, что у нас долг был 7, потом он уменьшился, стал 9, потом еще уменьшился, стал 11, потом еще уменьшился, стал уже почти 13. И сейчас вдруг опять уменьшился. Вот я не знаю, у кого-то с арифметикой не очень. Мне кажется, с арифметикой беда. Поэтому насчет того, какого... Хоть у меня было 3, но крепкое. По сравнению с Александром Анатольевичем было 5, но какое-то своеобразное. Поэтому... Ну, вообще про инвестиции и вообще и про Брянский инвестиционный форум я тоже тогда писал неоднократно. Не тишьте себе мысли, они не появятся. Потому что сайт инвестиционного форума Брянского, он даже не переведен на английский язык. Он даже не переведен на китайский. Откуда там, вы что думаете, что там они инвесторы будут? Люди для того, чтобы привлечь инвестиции, они всяческим образом доносят информацию, приглашают и так далее. А то, что приехал, извините, инвестор из Гумеля и несколько инвесторов из Мираторга... Ты не смейся. Смотри, сейчас будет серьезный разговор. Я хочу тебе одно сказать. Страна, которой 40% всех запасов природных ресурсов. О каких инвесторах вообще может речь идти? О каких это самое вообще ситуация? Где кругом обман? Какой инвестор куда пойдет? Вот в связи с этим, у меня вопрос нашим депутатам, Государственной Думы, которые творят не даже что хотят, а что им скажут. Дума приняла так называемый закон Тимченко. Ты знаешь, Роман? Угу. Это значит, те лица, которые попали под санкции, а это вы помните, Ротенберге, Тимченко, там, Усмановы, там, Потанин, кто-то попал. Так все фракции отказались голосовать за этот закон, но так как большинство в Единой России было, и наши депутаты, народ должен знать, от Единой России проголосовали за то, чтобы принять этот закон. А что этот закон гласит? Что на территории Российской Федерации люди, которые попали под санкции, не будут платить налоги. Но самое главное, самое главное, государство им вернет налоги, которые они заплатили с 2014 года, за два года. Это как? У нас что? Ёб... У нас что, детям хватает денег? Больным. У нас что, инвалидов мало? Что вы творите, депутаты Государственной Думы от Брянской области? Вы после этого твари! Твари! Не больше никак. Ну, и вообще, мне не совсем понятно, каким образом государственной экономикой руководят люди, которые имеют двойное гражданство, контракты которых идут через офшорные компании, и теперь мы еще здесь сделали такой своеобразный офшор, да еще с возвратом денег, такого вообще нигде нету. Это даже не феодальная, у нас это не феодальная даже на сегодняшний день ситуация, это какой-то рабовладельческий строй. Делаем, что хотим, принимаем, что хотим. И попробуйте сейчас вот эти письма этих предпринимателей мелких, их уже замордовали до предела, значит, их собирают, им шлют угрозы, мне тоже там только что пришла очередная угроза от налоговых наших органов, что вот вы там в целях предотвращения, отмывания, если что, увеличьтесь. Николай Николаевич, придумываю даже, разрешили банкам снимать проценты за снятие наличных денег, ты знаешь, я чуть не шалел, я пошел снял наличные деньги, с меня пять процентов, а я, знаешь, как-то не знал, я позвонил банку, в чем дело, что списали столько, 5 процентов, говорю, вот это да, вот это жизнь малого бизнеса, а всех переводят на карточки, а ты знаешь, что не везде карточкой. Мы отменяли тоже ограничения по тарифам и по, то же самое буду сказать. Ну, я хотел сказать, карточками не везде рассчитаешься, это, дорогие друзья, ну, на фоне вот этого всего сказанного мы опять переходим к тому, что вот сейчас акцию начали дальнобойщики. Мы вчера видели, внешнее кольцо МКАДа перекрыли, создали кой-кой коллапс, после этого Медведев с ними встретился и сказал, что Платон будет не повышен не в два раза, а всего лишь там на четверть. Это, то есть, только протестные акции могут повлиять, ну, хоть на какое-то решение, понимаешь, в чем дело? Мне страшно, мне реально страшно переживать, не дай бог, какую-нибудь революцию, которая может произойти. Ну, может быть, слава богу, что, может, все потрясения проходят в столице, но нам от этого не легче. Ну, невольно сейчас напрашиваются параллели с тем, что происходило там сто лет назад, ведь, в принципе, и тогда именно сначала абсолютно дурацкие безграмотные, бездарные действия государя-императора нагнетали вот эту вот революционную ситуацию. Потом еще был шанс... Которую подхватили проходимцы. Да, еще был шанс у временного правительства, но так же, в общем-то, не вошлось. Лидеров. В меня, мы скажем, в людей. И получили мы гражданскую войну. И белая кость, к сожалению, оказалась вырубленной. И, как бы нам не страшно воспринимать, может быть, все происходит из-за того, что мы дети, родители, которых мы любим, но, к сожалению, которые в той системе стали рабами. Потому что те, кто подумал голос, их выкосила гражданская война, и потом 37-й год и все остальное. Вот в связи с этим я хотел бы сказать, что не все безнадежно. Как ты помнишь, в связи с Расселем Навального, есть призыв пойти на митинг 26-го числа или на пикеты заявленные. И вот сегодня, я сколько понял, гражданская власть настолько испугалась, что она приняла решение победное. Если ты не можешь управлять процессом, попытайся его возглавить. И сегодня, я думаю, получила команду власть городская и перенесла его на Шаповалова. И, насколько я знаю, молодые ребята, которые заявляли о митингах и пикетах, там их обманули, митинги проскочили. Когда заявили о пикетах, появились какие-то старшие товарищи, которые признали, что они неправильно, заявили об этом митинге, о пикете, подали свой пикет. И вчера, вот накануне, которые должны, завтра стоят эти пикеты в каждом районе города, они отзывают свои эти, а я знаю, кто этим занимался. Заместитель Макарова, Шаповалова, глава администрации. Они придумали все возможные причины, чтобы сказать, что на площади перед ДК БМЗ есть свои мероприятия, которые организуют они, мне хотелось бы завтра посмотреть. На Кургане свои, около железнодорожников на Фокинге свои, в Аладахе свои. И, короче говоря, вчера появляется, перед сном я заглянул в Today, информация, что они отозвали в связи с тем, что на сайт к ним, а у них и сайтов, ни хрена, то нет, вышли ЛГБТ-активисты, какие-то украинские националисты, что это переходит все рамки безопасности и все, и мы отзываем, и это не произойдет. Я хочу всем, обращаясь к тем читателям, слушателям, каким-то уже нашим поклонникам, которые уже звонят, говорят, я хотел бы сказать, несмотря ни на что, если вы хотите что-то изменить в сегодняшней власти, особенно в Брянске, без каких-то массовых мероприятий нам не обойтись. Им плевать на все. Вот эти будут шаповаловы, исполнять все, что угодно. А врачи и учителя будут жить незнамо как. Поэтому, если митинг они не согласовали и, значит, они должны были предоставить другую площадку, альтернативную согласно закону, но здесь согласовали, а сами заявители отказались, то есть замудрили эту ситуацию. Никто не запрещает вам в каждом своем районе 26 числа в 14.00 выйти на прогулку и прогуляться по площади перед ДК БМЗ, по Кургану, тем самым высказать свое несогласие. А трусить, лежать на диване это самый удел ничтожеств. Я думаю, что Брянск говорил, которые слушают и любят Цоя Шевчука и других Талькова, федерических исполнителей, их невозможно испугать. Я лично, не знаю, я бы, может, не ходил бы на эти все митинги какие-то официальные, которые были заявлены Навальным, но в связи с этой ситуацией, которая сложилась в Брянске, я завтра лично пойду и прогуляюсь по площади в 14.00 перед БМЗ и заеду на Курган, тоже прогуляюсь. И я выскажу свое несогласие сегодняшней политике именно брянской власти, которая вытворяет незнамо что и принимает хрен знает какие-то решения. Ну и самое главное, что произошло на этой неделе, которая облетела новостью по всей стране, это чудо учителя в Багарской школе и чудо милиционеры, которые за репост о митинге они взяли, задержали школьника в Багарской средней школе. И на самом деле у меня до слез в глазах вызывают гордость наше вот это поколение, которое мы считали и якобы, знаешь, вот находясь с высоты своего возраста, наверное, да, что оно как бы потеряно. И я послушал вот этот диалог между директором школы и вот этими пацанами и девочками, которые остроту несправедливости чувствуют, понимаешь, вот как на лезвии ножа. И увидел ту трусость и безрамотность этого директора школы, которая вела с ними диалог, которая не смогла убедить в том, в каких-то санкциях говорит, не говорит о воровстве, они говорят о коррупции, которая вот подчеркнула... Ну, там на самом деле все просто. И настолько просто, насколько и печально, если не сказать больше. То есть, надо предположить, что директор школы это не самый бестолковый из педагогов в этой школе. Как нам казалось. Так, так по смыслу должно быть. Ну, я уж не хочу сказать, что директор школы должен быть в состоянии, связанно, если он готов, он должен по своей профессии быть в состоянии объяснить свою точку зрения. А там же все на самом деле просто. Ну, вот, допустим, директор школы искренне считает, что Путин хороший, Медведев хороший, Навальный плохой. Вот эти три момента, она должна была связана, обосновать своим ученикам. И она этого сделать не смогла. Вот о чем тогда говорить, если директор школы, в принципе, простые тезисы... Говорила хуже, чем излагали мысли свои ученики. Не может никак обосновать. А ученики ее разобрали на раз. Да, они там в чем-то... Мы не говорим даже сейчас, кто прав, кто виноват. Но просто это говорит об уровне, что учитель, директор школы вместе с учителем, они не могут объяснить даже ту точку зрения, которую отстаивают и обосновать. Вот тут... Николай Николаевич, хотел бы сказать, что я являюсь человеком едливым. И вы помните, еще новость проскочила по Первому каналу даже о тех безумных очередях в поликлиниках, которые образовались у нас после введения вот этого постановления о запрете продажи лекарств в свободном доступе. Да, только через цепи центру. Я с тобой, как бы, не согласовывая, не говоря, вот сейчас тебе выдают этот секрет, я пошел сам в четвертую поликлинику и хотел посмотреть. И что я увидел? Конечно, тех бесноватых очередей не было. На четвертом этаже я увидел двух молоденьких девочек, которые выписывали рецепты. Я, правда, не знаю, по какому принципу они действовали. Зачем такие рецепты нужны, если всем выписывается, кто подходит и что заявляет, что им надо? Смысл этой подмены я не увидел. Но самое главное, что я увидел, что не было таких безумных очередей. Да, они были. И у меня там работают три врача в этой поликлинике, которые, ну, являются моими соседями, моими знакомыми. И я с ними поговорил. И какую картину мне они обрисовали, ну, помимо тех заработных плат нищенских, за которые они работают. Что они сказали? Что в четвертой поликлинике 50% не комплект врачей. Ты вообще представляешь, что такое? 50% не комплект врачей четвертой поликлиники. Я думаю, в остальных так же. Вот еще хуже. Подожди, а эти 50 делятся на 50, вот эти 25%, половина из тех, кто работает, пенсионного возраста. Это ли не кризис? Это ли не кошмар? Этого надо было довести Воронцовой до президента. Оказывается, я тоже, когда окунулся в этот периментальный центр, что вот этот коллектив, который предстоял перед ними, хоть они там приблизительно и согласились с этим, что она приехала там от нас на Возыбку, у Дуга Воскринцов, нагнали всех докторов с районов, чтобы заполнить штат этого периментального центра. Это ли не катастрофа? И вот один пример, который я приведу на фоне того, что происходит. У моего ребенка в связи с тем, что он занимается хоккеем в 5 лет, это внутренняя стопа, короче, плоскостопие. И плоскостопие уже в последней степени, уже ножки болят, он уже растет, это все дела. И я пришел к нашему главному хирургу, травматологу, ортопеду в детской областной больнице. Он уже в возрасте человек, он сказал, да, уже ничего не сделаешь, в факте остается фактом. А плоскостопие приходит в инвалидность, если она в стадии такой, если помнишь, когда мы в армию с тобой уходили, с плоскостопием в армию тоже не брали. Я говорю, есть ли выход? Он мне говорит, да нет, стельки, массаж, все. То есть это на уровне пещерных людей, все эти методы, так они и применяются у нас. Я поехал к ортопеду, главному травматологу в первой больнице у Константина Евгеньевича. Я встречался с ним, и тоже показывал ребенку, он сказал, да нет, нет, все это нет. Никита сам нашел в интернете, что в второе клиническое больнице, город Северс, как говорится, есть закрытые города, у нас моногорода, только научные. Это в Томской области. Проводят операцию, вставляют внутреннюю косточку, имплант, который формирует стопу заново. Так, и эта операция длится 15 минут, на третий день выписывают, реабилитация в течение месяца, все это нормально. Я созвонился, да, там запись, там только получить туда пропуск, 2-3 недели занимает. Я спросил у этого доктора, я говорю, слушай, я что не делаю, это в Москве, в Питере, он такого не может. Он говорит, делают и послал. И мы нашли вот Морозовская больница, там в Питере, тоже больница в Пушкине у них. Я записался на прием, отдал там 2 900 за прием платный, меня доктор смотрел, говорит, я их включаю, думаю, глянь, кто, инновации в Томске, и все. Он говорит, слушай, что ты мне показываешь, я думаю, с 2000 года эти операции уже делаю. И вот мы уже поехали на третье число, записались, оперировать одну новую, потом вторую. Но мы говорим о том, что передовые технологии, если в Брянске их нет, и доктора на низческую зарплату сами не могут учиться, и нету курса вот этих повышений квалификаций. И только я знаю там в нейрохирургии, в первой нашей больнице с мировым именами есть, они сами там посещают семинары в Америке. Ну, находят, у нас в онкоцентре ребята объездили от Японии до Китая, я не буду называть фамилии, потому что боюсь, что связанные будут с фамилией Коломейцева, они пострадают. Но они известные, все эти фамилии. Вы представляете, дорогие брянцы, что творится в наших районных центрах? Вот как я приводил пример, там Климовскую реанимацию, там больницу. На каком уровне там доктора, если они не повышают квалификацию, если они закончили университеты свои по 40, по 30 лет назад? Скажи, Николай, свое мнение. Медицина – это та сфера, где катастрофа уже происходит, и она будет дальше идти. Я готовлю передачу, я еще тоже тебе не сказал, значит, ко мне обратились люди. Это жуткая совершенно передача будет о том, как убивают ошибками врачи людей. Есть такие люди, и они ничего не могут доказать, не могут добиться расследований. В нам только передачу приходило две семьи, где потеряли младенца. Ну, и речь и о взрослых людях идет. Вот сейчас люди собирают материалы. То есть, люди гибнут уже, при том, люди гибнут вообще, там нет никаких, каких-то страшных болезней. То есть, нет чего-то из ряда вон выходящего. То есть, в принципе, случаи совершенно рядовые, небольшая помощь потребовалась человеку, ему оказали ее так, что он умер. То есть, и родственники бьются, ничего не могут, даже не могут добиться, чтобы этот случай был расследован. И таких случаев десятки. Давай, не хочу завязывать, заканчивая нашу передачу, потому что уже время на плохой ноте. Хотелось бы подчеркнуть. Дорогие друзья, многие посмотрели наш репортаж, который был связан с приездом Владимира Владимировича Путина в наш регион. И этот репортаж попал на федеральную сеть, нашу интернет-сеть. Это вы видели, когда я показывал на объездной дороге, были скошена кукуруза. Нам управление средств хозяев заявляло, что это новый метод хранения кукурузы, что можно все это делать. И когда скосили, просто затоптали и закопали. И многие там, кто пишет комментарии, написали, а при чем здесь, мол, Богомаз, а при чем здесь вообще местная власть, если это Мираторг, если это это. Да все это дело, все при том, Богомаз. Потому что все субсидии, которые направляются в сельское хозяйство, они направляются в область. А уже область их распределяет. И область распределила в тот же Мираторг 19 миллиардов в прошлом году, если помнишь. А в этом году вы видели, что область распределила 42 миллиарда на 4 года в Мираторг. И при этом был комментарий, что никому из других сельхозпроизводителей эти деньги не нужны, потому что они уже закупили это все раньше. Вот в связи с тем, что линники связаны с фамилией Медведева по слухам, как будто это родственники и жены, там, братья. И у нас в Брянской области это табу вообще для власти на обсуждение вот этих вот проблем. И я, знаешь, вот смотрел передачу с Рудининым, это директор совхоза имени Ленина под Москвой. Вот он сказал, вот эти латифундии, которые созданы искусственно и закачивают сюда деньги, со сменой власти в ту или иную ситуацию, кто-то там сменится, они все полетят чертовой матери. Понимаешь? Они не жизнеспособны, потому что они не умеют считать копейку. Я говорил.